Воздействие дьявола через людей, волхвы и маги. По творениям святителя Иоанна Златоуста. Падшие духи воздействуют не только непосредственно на человека, но и через других людей, посредством магии, колдовства и чародейства. Считается, что всякого рода волхователи могут вызывать души умерших людей. На самом деле демоны являются людям и говорят, я душа такого-то, такого-то. Здесь хочу я исторнуть из вашей души злой недуг. Многие из простых людей думают, будто души умерших насильственную смертью делаются демонами. Нет, нет, демонами делаются не души умерших насильственную смертью, но души живущих во грехах. Не потому, чтобы переменилось их существо, но потому, что воля их подражает злобе демонов. Но для чего дьявол вселил такое дурное мнение? Он хотел поколебать славу мучеников. Так как они умирают насильственной смертью, то он, желая распространить дурное мнение о них, употребил это средство, но не успел в этом, ибо они продолжают сиять своею славою. Он же сделал другое тягчайшее зло, убедив этими мнениями служащих ему чародеев убивать многих простых юношей в надежде, что они сделаются демонами и потом будут служить им. Но это неправда. Неправда. Почему же, скажешь, демоны говорят, я душа такого-то монаха? Поэтому я и не верю, что говорят это демоны, потому что они обманывают слушающих. Посему и Павел заградил им уста, хотя они и правду говорили, чтобы они, воспользовавшись случаем, к истине не примешали лжи и не показались заслуживающими доверия. Так, когда они говорили, сии, человецы, раби Бога Вышнего суть, и же возвещают вам путь спасения, то Павел, наскучив этим, запретил прорицательному духу и повелел ему выйти. Между тем, что худого они говорили, сии, человецы, раби Бога Вышнего суть. Но так как многие из простых людей не умеют всегда обсуживать то, что говорят демоны, то Павел прямо лишил их доверия. «Ты, — говорит он, — из числа отверженных, не смеешь говорить, молчи, а не мей, не твое дело проповедовать. Это право апостолов. Для чего похищаешь чужое? Молчи, ты отвержен». Так сделал и Христос, когда демоны говорили ему «Вем и тя, кто еси». Он весьма строго запретил им, научая никогда не верить демону, хотя бы он говорил тебе что-либо здравое. Зная это, не будем ни в чем верить демону, но хотя бы он говорил что-либо истинное, отвратимся же и убежим от него, потому что здравое и спасительное учение можно узнать верно не от демонов, но из Божественного Писания. А что душа, вышедшая из тела, не подлежит насилию демонов, об этом послушай, что говорит Павел. «Умерый Бог, свободися от греха», то есть уже не грешит. Если дьявол не может сделать насилие душе, обитающей в теле, то, очевидно, и вышедшая из тела. «Как же скажешь, грешат души, если не терпят насилие? По своей воле и своему желанию, предавая греху сами себя, а не по принуждению. Ненасильно. Это доказали все, которые преодолели козни дьявола. Так Иова, сколько не смущал его дьявол, не мог заставить произнести какое-либо богохульное слово. Отсюда ясно, что мы властны следовать и не следовать его внушениям, и что не подлежим никакому принуждению и насилию со стороны его. «Волхователи и маги, занимаясь этим ремеслом, губят не только свои души, но и души тех людей, которые обращаются к ним. «И ведите, кому чтождо свой сосуд стяжуваты во святыне и чести, а не в страсти похотней, якожи и прочие языцы, не ведающие Бога». Такой образ речи особенно трогает людей, даже и сильно падших. Если же так осуждаются иудеи, то какое прощение, какое оправдание можем иметь мы после такой благодати, неизреченной чести, надежды на бессмертные блага, впадая в такое же бедственное состояние, как и они. Действительно, и ныне есть много людей, которые заражены этой болезнью и губят свою жизнь, которые предаются безумию волхователей и, кроме того, что оскорбляют Бога, приобретают в себе излишние скорби и ослабевают в подвигах добродетели. Так дьявол всячески старался убедить неразумных, что не в их власти добродетели порог, что они не одарены свободным произволением, желая таким образом совершить два постыднейших дела – ослабить подвиги добродетели и лишить величайшего дара – свободы. То посредством гаданий, то через наблюдение дней, то через нечестивое учение о судьбе, то через многое другое он ввел в жизнь эту тяжкую болезнь и не извратил все.